Детский санаторий «Юность» оборудован современной противопожарной системой. Даже при минимальном задымлении срабатывают датчики, и сигнал автоматически поступает в центр МЧС. При подтверждении, что здание горит, на место выдвигаются спасатели. Детский санаторий «Юность» оборудован современной противопожарной системой. На объекте находится 60 детей, 58 взрослых. Вышли 60 детей, 56 взрослых. Двоих человек нет. По легенде, произошло задымление на участке. Не успел подняться, не успел пуститься, остался на леченых. Выводили в страхующем мешке, спасаемом, то есть с подачи кислорода. То есть там не то, что бессознательно, состояние, так сказать, полукоматоза. Далее кислород. Сейчас сделаем кардиограмму, посмотрим, нуждается ли в госпитализации дальнейшей. Показание первой помощи, да. Отсортировать больных, посмотреть, кому в первую очередь надо оказать помощь, кому вторую. Обучение происходило у нас неоднократно, поэтому, в принципе, все сработали слаженно. В составе «Королы» приехали. Увидели, что в окне третьего этажа находится человек, просит о помощи, залезли по автолестнице на третий этаж, помогли ему спуститься по лестнице, передали колете скорой помощи. Навыки, все, набирается постепенно опыт. Молодежь сейчас пришла тоже, которых тоже обучать надо, тоже показывают, учиться на своих ошибках. Все отработано на должном уровне, я считаю, как бы люди справились с поставленной задачей. По легенде, пожар был повышенной сложности, поэтому привлекли 14 боевых расчетов, это более полсотни человек. Такие тренировки для спецслужб проходят регулярно, не реже одного раза в квартал. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События.